Хей-хей-хей! Всем-всем привет от CatViscos98! Еду сегодня я с работы, настроение зашкаливает, весёленько и хочется кого-то рассмешить. У нас погода супер! Солнышко! Сразу витамин D заряжает весь организм и хочется петь и танцевать. Мне очень многие пишут, что я точно сижу на каких-то таблетках счастья. Ребята, я получаю гормональную подпитку от солнца. Вот если у вас организм так не влияет на солнце, то у меня влияет. Когда солнце, когда тепло, мне сразу становится хорошо на душе и весело. Так что, надеюсь, и вам это передастся от меня. И сегодня у меня будет такое хорошее положительное видео. Я буду контролировать свои эмоции, свой голос. Очень многие мне пишут и критикуют, как я выгляжу, как я говорю. Ну, всем мил не будешь, но что делать? Сегодня я попытаюсь быть примерной и приличной. Ну что, значит, вначале немножечко отвечу вам. Вы спрашивали, я отвечаю. Кто-то когда-то смотрел мои видео и сказали, что в одном видео я сказала, что я рано вышла замуж, в другом я сказала, что я уже вышла взрослой. Но это смотря, как вы это воспринимаете и что вы считаете рано или поздно выходить замуж. У меня была такая история, что все мои одноклассницы, подружки мои, ровесницы вышли замуж очень рано. В 17, ну, в 18 лет это точно. И уже у них было не по одному, даже по несколько детей. Вот я в 17 лет еще с куклами играла. Запоздала я, наторможенная. А я вышла замуж, мне было уже за 20. Так что, когда я выходила замуж, очень мои многие сверстницы уже разводились и уже развелись. И большинство из них уже за плечами по два, а то и по три брака. Так что вот я вот это имела в виду. Потом люди у меня спрашивали, что это такое у тебя вот здесь вот такая вот эта штучка. Ну, это мое, с моего госпиталя мой name tag. Вот здесь вот в синенькой штучке специальный такой, как по-русски сказать, пластиковый протектор. Когда если кто-то передо мной падает без сознания, чтобы мне сделать искусственное дыхание человеку, здесь это все открывается. И там такая пленочка, которая накладывается. Если мне надо делать процедуру рот в рот, то я как бы это делаю. Берри называется между пациентом и мной, чтобы там сразу в засос его не целовать, если упадет мужчина. А так поприличнее, чтобы можно было все равно воздух, как говорится, впускать в легкие, но без всяких слюней. Вот это вот такое вот. А это у меня такая штучка. Меня здесь признали как ветеран, участвующий в военных действиях. В армии я работала, служила 5 лет. И независимо в какой ты стране служил, они меня здесь признали. Здесь у меня написано ветеран. Ладно, а сейчас я приехала в опция. Хочу вам показать, отпалилась. Хочу вам показать, что я приехала в аптеку. Я уже показывала где-то, но девочки не могли найти, я тоже не могла найти. Значит, что здесь? Сейчас вам покажу как. Мы получаем все через окошко. Мы и кушать можем через окошко, и получать лекарства можем через окошко. И вот я еду drive-thru, чтобы мне вовнутрь не заходить. А я просто вот здесь вот остановилась, сейчас жду свою очередь. Опа, она сейчас подъедет. И вот она я. Вот видите, вот она окошко. И вот она я. Hi, I'm here to get medicine for my mom, Раиса Цырулева. TSI. How do you spell first name? R-A-I-S. You got it? You said the last name started GSI? No, T like thumb. Oh, TSI. And where date of birth? It's September 1st, 1946. Thank you. Well, you see, я сказала девочке, я приехала получать лекарства для своей мамульки. Ну вот, опса, у меня камера падает, извиняюсь. Ну вот. И она мне в окошечко прямо это все даст. Так, вот дали вот такую вот шточку, мне нужно расписаться, что я получаю. И вот я получила лекарства. Выдают нам вот в таких вот шточках. Опа. Вот, видите, вот в таких вот сервис, там лекарства, и все. Никаких проблем. Не надо никуда выходить, особенно если погода плохая или народу много. Вот здесь вот достаточно быстро, да? И что я вам хочу сказать. Да, еще говорят, что я вот такая вот рассекая, переехала в Америку, живу в Америке, но так ее ругаю, так ее ругаю. Мать свою приемную. Ребятки, я не ругаю, я просто объективно вам рассказываю. Пойдемте, я вот сюда вот, наверное, прокачу вас. Посмотрим по другой дороге. Приехала я по одной, а уезжаю по совсем иной. Ну вот, и я ее совсем не ругаю, я просто объективно отношусь. Может быть, вы хотите на дорогу посмотреть куда-нибудь или на местность там, где. А то на меня, все-таки на меня. Ну а я вот так вот, чтобы я была здесь, и вот там вот дорога. Видите, как у нас все сухенько. У нас вчера был безумный, безумный ливень. Вот чем мне еще здесь нравится. Видите, как вот хороший, я говорю. Здесь погода супер, меняется очень быстро. Как в плохую, так и в хорошую сторону. Но, если был дождь, просто потом раз, солнышко выступает, и дороги все чистые, сухие. Никакой грязи, никакой слякоти. Я не знаю, почему это так, почему у нас не может быть. Я помню, в Питере у нас там ужас. Грязи столько по колено, особенно когда снег тает. Это вообще почему-то все как-то стояло на поверхности. Не знаю, почему. Здесь, короче говоря, красота. Здесь вот, смотрите, вот сюда, да, видно. Здесь у меня строят большие-большие, огромные, здоровенные, популярные молы, магазины, сеть магазинов. Будут какие-то обалденные там бренды. Так что я потом вам все покажу, все расскажу. Вот здесь вот тоже сейчас у нас строят какую-то обалденную. Ну ладно, тем не менее, похвалить я хочу Америку по поводу, вот, например, аптек, да. Вот как я получила сейчас лекарства. Напишите мне, пожалуйста, вот мне интересно, да, есть ли такая система в ваших странах. Я не знаю в России, что происходит. Я там уже давно не живу, но когда я там была, да, такого я не слышала, не знала. Что, во-первых, вы можете получать вот так вот drive-thru, как я сегодня. А во-вторых, например, есть ли вы человека с ограниченными физическими возможностями. Если вы пожилой, да, бабульки, дедульки, иногда проблемы с ногами, ходить, передвигаться тяжело. А здесь в Америке другая история. А если ты уж совсем-совсем престарелая, тебе лет сто, ну ты в здравии и в нормальном уме, но ты уже не водишь в этом возрасте, не водишь машину, а без машины здесь толком никуда не добраться. Есть у нас специальные маленькие какие-то, знаете, медицинские автобусики, которые по расписанию. Вот ты должен позвонить, назначить конкретное время, сказать, откуда ты едешь, куда ты едешь, и чтобы тебя обратно в определенное время довезли-привезли. Вот такая система есть. А вот еще другая, чего нам не нравится, если вот человек не водит, да, у него нет возможности добраться до аптеки, вот как я сейчас поехала, им аптека доставляет лекарства с доставкой на дом. Как это вам нравится? Это совершенно бесплатно для пожилых людей. У них там, наверное, какая-то своя страховка по возрасту, вот. И вот такая вот система есть. Чем неплохо, да? Вот у меня была знакомая одна престарелая парочка, и они уже не водили машину. Они не водили машину, у них были дети, которые помогали им как могли, и там брали их на шаппинг, вывозили, куда они там хотели. Но у них было вот так вот на поток, как сказать, поставлено, да, что раз в месяц с аптеки приезжал такой, знаете, как этот самый, не знаю, Зил, хотела сказать, да, такой пикап какой-то, такая машинка. Машинка, не машинка, автобус, не автобус. И они им привозили лекарства. Вот, пожалуйста, напишите мне, есть ли у вас такие вот хорошие моменты в вашей стране, чтобы помогать так старикам. Вот смотрите, видите, да, какая у нас стройка, вот, с левой стороны от меня. Вот здесь вот будут огромные-огромные у нас молы, магазины. Думаю, может быть, себе работу любимую найти. Я вообще, вы знаете, люблю, в общем, экспериментировать, что-то новенькое находить. Вот я бы куда-нибудь пошла, вы знаете, в какой-нибудь такой отдел дорогой одежды, где одно платье стоит 500 долларов. И я бы вот там стояла, такая вся тоже красивая, потому что там, конечно, фейс-контроль должен быть, а там работники должны выглядеть соответствующие, чтобы привлекать клиентов. Я бы вот там вот так стояла, и каждый день бы одевала каблуки. Это моя мечта, вы знаете, потому что здесь, вот, у меня, видите, да, сегодня я достаточно строго одета, вот так вот обычно я одеваюсь. Но это не самый худший вариант. Когда я работала на отделении, у меня же была только медицинская одежда, такого, знаете, синего цвета. Вот, с тех пор я вообще ненавижу, просто не люблю синий цвет. Сейчас я одеваюсь, так, знаете, по-офисному, очень строго. Работаю я в офисе, в офисе, как сказать, офис-отель, который принадлежит госпиталю большому. Что я там делаю? Я там как секретарь сижу в фронт-деск. Вот, у меня есть две начальницы, одна директриса, другая менеджер. Менеджер. И вот я. Работаю я очень редко, но метко. Здесь, в Америке, тот статус, по которому я работаю, называется PODM. PODM это значит as needed. As needed это значит, я не работаю каждый день, я не работаю целый день. Я работаю, ну, раз в неделю, может быть, два раза в неделю. Вот сегодня я работала пять часов. То есть вот насколько им нужно меня, я там кого-то подменяю, кому-то помогаю. Когда у них очень много постояльцев, как сегодня, например, у них забиты все номера. У нас в нашем мини-отеле 20 номеров. Ну, вот. И я уже рассказывала, по-моему, чтобы остановиться в нашем отеле, нужно иметь родственника, который лежит в больнице и который приехал издалека. Если вы из нашего города, с нашего района, вам не разрешат стоять в нашем отеле, вы должны приехать, как говорят здесь, from long distance, издалека. И, в общем, 45 долларов за ночь. И как обыкновенный отель, плюс еще 132 удовольствия. У нас есть местные рестораны. Вот у нас есть чек-филе. И у нас есть местная пицца. По-моему, пен пицца называется. Они раз в неделю делают донейшины нашему отелю. То есть они привозят кучу еды для всех наших постояльцев совершенно бесплатно. Как вам это? Нравится такое? Вот у вас какие-нибудь ваши отели делают такие пожертвования? Вот. Так что остановиться в отеле за 45 долларов и плюс еще получить вкусный обед из ресторана за бесплатно, я считаю, что это очень даже хорошо. Сейчас я пытаюсь подъехать к своим районам, где я живу. Но как-то у меня это плохо получается. Мне сейчас дорогу перегородил трак Помойкин. Вот сейчас вы увидите с левой стороны его от меня. Он меня пропускает. Сейчас мы его помашем. Так, смотрите. Вон он, видите? Вот он, вот он, вот он там. Ну и все. Я уже подъезжаю к родным пенатам. С вами хорошо поболтала. Скрасила себе дорогу. Надеюсь, что у вас все хорошо. Надеюсь, что вам передалось мое хорошее, доброе настроение. Видите, я ни на кого не ругалась. Америку люблю и целую. Очень рада, что я здесь живу. Чего и вам желаю. Всего хорошего. Пишите письма. Пока.